Города прекрасны, но также они проблематичны. Человечество сталкивается с проблемами из-за урбанизации. Как мы с ними справимся? С помощью изобретений, конечно. Миллионы долларов вкладывают в создание умных городов будущего. И многие компании уже придумали технологии, которые помогают и городам, и горожанам. Давайте посмотрим на гениальные изобретения, нужные в каждом городе. Номер 20. Яркая велодорожка. Езда на велосипеде в городе опасна. Но градостроители могут защитить велосипедистов, как это сделали в одном городе на севере Польши. Эту велодорожку сделали из тысяч люминофоров, синтетического материала, который излучает свет 10 часов, а потом заряжается в течение дня. Таким велодорожкам не требуется электричество, и по ним безопасно ездить ночью. В общем, это беспроигрышный вариант. И выглядит просто потрясающе. Номер 19. Педали зарядки. Около 20 городов по всей Франции уже внедрили это изобретение, которое позволяет заряжать телефон с помощью педалей зарядок. Они есть на вокзалах и в аэропортах. И такие велосипеды зарядки создала энергетическая компания VWAT. Так она продвигает активный образ жизни и помогает пассажирам. Им также доступен бесплатный Wi-Fi. Такие штуки нужны в фастфуд-кафе. Номер 18. Вращающиеся скамейки. Кажется, что это современная версия старомодной сушилки для одежды. Но это изобретение спасет ваши руки от влаги. Вращающаяся скамейка создана южнокорейским дизайнером Сунву Парком, и она решает проблему с намокшими скамьями. Если ее поверхность намокла, можно покрутить ручку и перевернуть на сухую сторону. И можно садиться. Очень простая штука и отличное решение для любого города, который страдает от дождей. Номер 17. Робот для штрафов. Полицейские знают, что остановки водителей могут быть опасны, и они бы предпочли делать это с безопасного расстояния. Робот, который выписывает штрафы за превышение скорости, позволяет офицерам говорить с водителями, не выходя из собственной машины. У выдвижного робота есть сканер для документов, и он ставит шипы перед колесами нарушителя, чтобы он не уехал. Он также может печатать и выдавать штрафы. Это такой ксерокс с полицейским значком. У него даже есть свой шлем. Номер 16. Посади дерево. Увеличение количества деревьев в городах – это одна из лучших и наиболее эффективных и экономных стратегий снижения температуры и адаптации к изменениям климата. Однако многие деревья в мегаполисах умирают из-за старости или их вытесняют в здания. Чтобы увеличить посадку деревьев, в Мельбурне создали карту городского леса. Сайт вдохновляет людей на то, чтобы они сажали деревья. Разные виды отмечены разными символами, а их продолжительность жизни показана с помощью цвета. Так горожане и планировщики точно знают, как лучше всего выращивать разные виды деревьев. Номер 15. Власть автобусов. Нью-Йорк славится пробками. Представьте, если бы можно было изменить светофор по своему желанию. Новые автобусы Нью-Йорка способны на это. Датчики в автобусах и светофорах позволяют им либо увеличивать время зеленого сигнала, или включать красный свет. Благодаря этому время автобусов в пути уже снизилось на 20%. Эти электрические автобусы заряжаются через верхний силовой рычаг, прикрепленный к крыше для удобства. Транспорт в Нью-Йорке стал быстрее. Номер 14. Сенсоры. Интернет вещей – это сеть устройств, которые соединены друг с другом через интернет. И подобная система может стать ключом к оптимизации умного города. Сеть сенсоров уже используется для контроля уровня загрязнения. И контроля дорожного движения. Но им можно найти применение и в сферах вроде сбора отходов. В Амстердаме, например, более 2000 баков оснащены сенсорами, которые сообщают, когда их нужно опорожнить. Это снижает время, затрачиваемое на опорожнение полупустых баков. И делает город намного чище, так как мусор убирают вовремя. Интернет вещей в сочетании с сенсорами открывает огромный потенциал. И это гениальное изобретение. Номер 13. VR-планирование. Представьте, в вашем районе началась стройка, и вы не уверены, как к этому относиться. Пока что это просто уродливая стройплощадка. Откуда знать, как будет выглядеть здание? Студия UDLR вас выручит. С помощью комбинации чертежей и виртуальной реальности потенциальные покупатели могут увидеть законченное здание через очки виртуальной реальности до того, как оно будет построено. Эта технология поможет решить проблемы с городским планированием и дать покупателям и соседям представление о том, как все будет выглядеть. Номер 13. Умное освещение. Теперь энергосбережение. Есть такая вещь, как умное освещение. Эти фонари регулируют яркость в соответствии с интенсивностью света и чувствуют движение людей и транспорта. В случае ЧАЭС умное освещение можно увеличить до максимального уровня. Еще в фонаре оповещают инженеров о том, что они сломались. Умное освещение уже получило широкое распространение в Майами, Париже и Мадриде. В каждом из этих городов установлено от 225 до 500 тысяч уличных фонарей. Исследование показало, что внедрение умного освещения поможет сэкономить до 15 миллиардов долларов к 2023 году. Номер 12. Зона интернет-обмена. Интернет-рынок может быть коварным местом, но часто именно там можно найти дешевые товары. Нередко люди встречаются лично для купли-продажи, что может быть еще опаснее. К счастью, есть решение. Безопасная зона интернет-обмена. Департамент морской полиции Калифорнии создал такую безопасную зону рядом со своим участком. Там люди могут безопасно продавать и покупать под присмотром камеры видеонаблюдения. Местные власти в США также создали собственные безопасные зоны обмена в ответ на волну преступлений. Такие зоны должны быть везде. Номер 11. Городское дерево. Контроль качества воздуха – серьезная проблема. Немецкая компания Green City Solutions придумала решение. Это городское дерево – первый в мире биотехнический фильтр качества воздуха. Большая установка, также служащая скамейкой, с помощью специального мха фильтрует твердые частицы и оксид азота. У нее есть автоматизированная система подачи воды и питательных вещей, которая определяет, что нужно мху, а также контролирует загрязнение воздуха. По данным ВОЗ, 7 миллионов человек в год умирают от загрязнения. Так чего именно мы ждем? Номер 10. Дерево на солнечной батарее. Говорят, деньги не растут на деревьях. Но электричество растет, по мнению компании SoLogic. Она изобрела солнечные батареи на стволе. Такое дерево генерирует электричество. И здесь есть место для отдыха, бесплатный Wi-Fi, порты и зарядки, и питьевая вода. Также оно светится ночью и оснащено жидкокристаллическим экраном. Он популярен среди жителей Вифлеема. Похожие деревья теперь есть в Китае, США и Франции. Они внедряют возобновляемые источники энергии в город и дают место для отдыха. А еще эти деревья показывают, что будут высаживать роботы, когда исчезнут люди. Номер 9. Автоматическая доставка. Одна из главных проблем мегаполисов – это транспорт, который доставляет товары и загрязняет воздух. Но нам всегда будут нужны продукты. Как же изменить ситуацию? Вольво представила товарный поезд, который состоит из самодвижущихся вагонов. Они могут отделяться и перемещаться по желанию поставщика или клиента. Электрические вагоны будут заряжаться во время загрузки и разгрузки. Это сократит количество выбросов. На такую идею потребуется немало инвестиций. И пока что это всего лишь концепт. Но эти поезда определенно помогут окружающей среде и жителям городов. Номер 8. Неоновые столбы. В Украине нашли решение проблемы с видимостью светофоров. Светодиодные столбы. Благодаря яркости эти высокие столбы трудно не заметить. А еще они выглядят очень футуристично. Они помогают, если крупный автомобиль загораживает обзор. Или если перекресток далеко. Такие светофоры нужны, чтобы снизить агрессию на дорогах. И избежать пауз на перекрестках. Хотя это и не самая передовая технология. В будущем эти столбы могут стать еще популярнее. Номер 7. Умная парковка. Парковка в Лондоне, Амстердаме или Сан-Франциско бывает кошмаром. Было бы легче, если бы свободные места как-то отмечались. К счастью, компания Park Eagle предложила решение. Умный датчик, который определяет, свободно место или нет. Датчики взаимодействуют друг с другом и проверяют места. Где они есть, а где их нет. Затем они отправляют информацию водителям, ищущим парковку. Через специальное приложение. Это позволит сократить количество выбросов. А также время, которое тратится на поиск свободного места. Номер 6. Сети-фильтры. Загрязнение пластиком – мировая проблема. Но один небольшой город в Австралии придумал локальное решение. Жители Куйнаны прикрепили сети, сделанные компанией Storm Water Systems, к большим дренажным трубам, чтобы защитить заповедник Хенли от загрязнения пластиком. Сети собрали 370 килограммов всего за пару месяцев. И город потратил всего 13 900 долларов на их изготовление и установку. Это простое и эффективное решение показывает, как можно сократить количество пластиковых отходов. И его наверняка подхватят другие города. Номер 5. Решетка для каблуков. Любительницы каблуков могут расслабиться. Больше не надо беспокоиться о том, что обувь застревает в решетке и не придется забирать домой всю решетку, как этой девушке. Такие стальные платформы уже есть в канадском Калгари, а также в Нью-Йорке. Можно уверенно идти по этим смертельным ловушкам. Есть ли в этом необходимость? Все шпильки скажут «да». Номер 4. СПА для ног. Когда я еду в метро или в междугороднем поезде, мне всегда приходит в голову такая мысль – вот бы здесь был СПА для ног. Оказывается, японская компания тоже об этом думала и превратила мою мечту в реальность. Это Торэй Ю – скоростной поезд с двумя ваннами для ног, каждая длиной в 2 метра, рассчитанная на 4-х человек. Каждый пассажир может провести 15 минут, отдыхая и глядя в окно, пока его ноги расслабляются в воде. Ванны устроены так, что вода не выплескивается, если поезд раскачивается. Номер 3. Поезд с 3D-полом. Многие городские жители не любят ежедневные поездки на работу. Может, смотреть на пол вагона было бы не так грустно, если бы он был с 3D-эффектом. Во время рекламы универсиады в 2017 году правительство Тайваня заменило обычный пол на фотографии с полями разных видов спорта, в том числе и фотографии бассейна. Эта успешная рекламная кампания привлекла внимание к соревнованиям. Даже временные изменения в оформлении могут принести как радость, так и деньги. Номер 2. Зеленый небоскреб. Сингапур – образцовый город по многим причинам, и вертикальные сады делают его еще и очень красивым. Пожалуй, дом-дерево – лучшее тому доказательство. Он вошел в Книгу рекордов Гиннеса в 2014 году. Как крупнейший вертикальный сад, листва на фасаде здания отфильтровывают загрязняющие вещества и служат как изоляция, снижая затраты на охлаждение небоскреба и экономят до 19 тысяч долларов в год. Такие вертикальные сады – пример того, что нужно умным городам в будущем. На самом деле это не какая-то сложная технология. Просто эти сады делают воздух в городе чище и добавляют больше зелени в городскую среду. Номер 1. Пейвджен. Хотите, чтобы тротуар делал что-нибудь полезное? Одна компания придумала, как использовать наши шаги для выработки электроэнергии. Пейвджен утверждает, что ее плитки с технологией электромагнитной индукции генерируют около 5 ватт энергии за один шаг. Это зажигает светодиодный фонарь на 30 секунд. Компания также собирает данные о прохожих, которые помогут рекламодателям в таргетинге рекламы. Так что ходите осторожнее. А что бы вы хотели изобрести, чтобы улучшить жизнь в городах? И какое изобретение вам бы хотелось увидеть в своем городе? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!